здравствуйте уважаемые друзья хочу сегодня предложить вашему вниманию изготовить ручейника свободно живущего но мы его изготовим немножко в другой технике чем в той которая я вам уже показывал я взял крючок тимка 200r одел пластмассовый шарик подобрал по диаметру если у вас есть такой вольфрамовый это даже будет еще лучше и погрузил свинцом диаметр проволоки необходимо подбирать по тому телу которое вы будете потом изготавливать так как ручейник у нас свободно живущий величина в наших регионах составляет до 16 миллиметров это даже несколько больше чем допустим у нас натуральную величину на северных и в холодных реках это больше чем достаточно допустим такой еще приемлемый поэтому вы подбирайте под свою кормовую базу и я как обычно подготовил вот отрезал кусочек медицинской перчатки нам необходимо с вами поделить на равные части три части как говорится наше тело и бит больше чем одна треть у нас должна занять само тело с лапками и сверху мы потом накроем с вами чехликом сделаем одно тело поэтому по величине свинца вы выбираете величину своего тела давайте изготовим как я уже изготавливал с помощью вот таких вот резинок тело с лапками изготовили с вами вот так лапки мы еще их с вами оккультурим и теперь нам необходимо закрепить следующие элементы у ручейника есть задние коготочки которые помогают ему также передвигаться мы их обозначим с помощью вот такого пера который у меня имеется по остаткам если нет можете подобрать любое другое но не сильно жесткое но и в то же время чтобы было достаточно крепким я отрываю небольшой пучочек подравнивая вот таких в пучок сперва ничего не подрезаем подвожу за свинец и здесь подхватывая смотрим величину чтобы не нарушить нашего основного ручейника как вы видите столько будет вполне достаточно даже не надо ничего нам подрезать значит теперь нам необходимо просегментировать наше тело телом и я буду сегментировать как обычно по полиэтилену вот такой леской очень тоненькой как я уже рассказывал до 0 1 так чтобы она не выделялась у нас на основном теле подхватили пока ничего не прихватываем вводим сторону и я отрезал небольшой кусочек полиэтилена для того чтобы потом сверху закрыть полностью своего ручейника закрываться он должен вместе с лапками аж до самой головки поэтому учитывая учитывайте длину и ширину согласно нашего тела для удобства крепления я слегка подрезал край и крепим его здесь следим за тем чтобы он у нас ровно лег по всей плоскости нашего тела и подхватываем теперь вот так весь материал место крепления выровняем и нанесем немножечко клея учитывая что все материалы которые мы используем достаточно скользкие в качестве тела тело можно изготавливать как из даббинга даббинг обычно цвет оливковый или же ближе к зеленому но к зеленому не сильно яркому у нас они немножко бледноватая вы по своим посмотрите ручейником какие вам лучше выберите сами я обычно если не уверен в расцветке я беру обыкновенную вот такую белую нить как я обычно уже вам показывал рассказывал мы изготавливали из нее это нить для ручного вязания с ангорой шерсть и прихватываем кончик здесь учитывая то что нить нам пока не нужно мы слегка подровняем вот так тело и вводим в район там где у нас будет заканчиваться основное тело для удобства намотки я нитку удаляю и изготовлю тело вот мы изготовили тело убрали все остатки и теперь я беру вот такого оттенка близкий как зеленому желтому слегка промазываю спинку учитывая то что он у нас ближе к зелено оливкому оттенку и мы с вами не сможем потом под пленкой подкрасить а брюшко и все остальное я ближе уже вот такому к салатному цвету прокрашу учитывая лохматость моей нитки на мне не надо будет ее не вычесывать ничего то есть это те жаберки которыми он дышит нам вполне этого будет достаточно бока и все прокрашиваем теперь нам с вами необходимо взять вот так пленку укладывая сверху не отрывая ее не прихватывая взять и леской полностью просегментировать все тело до самого самого шарика и там закрепить мы просегментировали с вами вот так тело леской слегка я подкрасил коричневым фломастером и черным фломастером спинку и немножко капнул лака на узел нам необходимо еще будет привести в порядок наши лапки и еще хорошо подкрасить грудку и саму спинку вот и все друзья мои благодарю вас за внимание до скорых встреч